В данный момент, вот, сейчас он ходит у нас только так. О том, что его ребенок болен, Леонид Ефимович узнал 23 года назад. Женя родился со спинно-мозговой грыжей, и сейчас его спиной мозг истощен до 3 мм. В то время, как у обычного человека его размер больше сантиметра. Но несмотря на это, все эти годы он пытался жить нормальной жизнью. Встречался с друзьями, ездил на море, катался на лошади и всегда любил танцевать. Такое удовольствие уже несколько месяцев Женя себе позволить не может. Единственное, что помогает ему чувствовать землю под ногами, крепкая отцовская рука. Шаги не причиняют ему боль, проблема в равновесии. Сам он попробуй постоять. Попробуй руки поднять. Как ты можешь руки поднять? Руки поднять он не может, потому что все движение идет сначала через плечи, а потом уже вот эта вся часть получается зажата. Даже если я его подгоняю, давай-ка, ну соберись, ну как мужчина, мужчина, давай-ка, все, вперед. Он говорит, папа, я просто не могу, я просто не могу даже вступить в шаг. Чтобы всегда быть рядом с сыном, Леониду пришлось уйти с работы. Бывший дальнобойщик свято верит, что его забота поможет Жене встать на ноги. Вот это место, где он спит у нас. Дивана сейчас мы купить не можем себе позволить, но ему он даже, может быть, удобней в том плане, что он как бы не сваливается. Финансовые заботы сейчас легли на плечи мамы Жени. Она работает бухгалтером. А вот домашние дела пришлось взять на себя Леониду. Признается, первое время даже впал в депрессию, но со временем свыкся. В каком состоянии находится сын, ему нужна физическая сила мужская, которая его может вводить. То есть, вы как видели, я его вожу, обнимаю и вожу. Естественно, я готовлю, научился борщ, щи варить, остальные какие-то блюда. Но не все получаются, естественно, но стараюсь, что получается делать. Ну и убираюсь, естественно, как, можно сказать, домохозяйка или что-то типа в этом плане такого. Потому что жена на работе целый день, она там тоже устает. По документам Женя Моисеев – инвалид первой группы, а в душе он танцует. На днях начал читать книгу, прославившегося на весь мир инвалида Ника Вучича. История его жизни для него пример. Не смирился с тем, что он инвалид, а нашел в этом что-то хорошее. Но я себя как инвалидом не хочу считать. Я не являюсь колясочником, я не хочу мириться с этой мыслью. И считаю, что я как-то, пусть даже тяжело, но смогу обойтись без коляски. Так же, как и его кумир Ника Вучич, Женя закончил школу и даже колледж. По специальности он программист. И сейчас главная мечта молодого человека – получить высшее образование. Но для этого ему нужно снова научиться самостоятельно ходить. Поставить Женю на ноги обещают израильские медики. Сумма операции для семьи непосильная – 3 миллиона рублей. Поэтому надежда у Моисеевых только на добрых людей. Если у вас есть возможность помочь Евгению, звоните по телефону, который видите на своих экранах. Или к нам в редакцию по номеру 555-085. Светлана Федорова, Андрей Долгий, служба новостей «Город». Продолжение следует...